Всем привет! С вами Кристина. Я продолжаю тестировать коворкинги в Пхукетто и сегодня мы идем в коковоркинг. Коковоркинг расположен на всемирно известной фитнес-улице Пхукетто в отеле-ресторане Каковиль. Зона ресторана находится на первом этаже, а коворкинг на втором. Парковка на территории Каковиля бесплатна, как для мотобайков, так и для авто. Кстати, здесь еще и душ есть, поэтому можно вообще на велосипеде приехать. Коворкинг открыт для посетителей с 6.30 утра до 11.00 вечера. День в основном рабочем пространстве стоит 200 бат. Есть недельный пакет за 1200 и месячный за 4000. Это примерно 6,5, 40 и 133 доллара. И получается, что есть смысл брать пакет только в том случае, если нужен ежедневный доступ к коворкингу. Кстати, дневная регистрация действует 24 часа. Поэтому можно, например, поработать после обеда и на следующий день воспользоваться коворкингом в первой половине дня. Помещение довольно тесное и после просторного бояка нехватка пространства особенно остро ощущалась. Большую часть комнаты занимает стол, за которым комфортно может работать до 8 человек. Есть еще два одноместных стола и зона для работы стоя. Есть еще одна комната на несколько человек, но она бронируется отдельно и стоит 3000 бат, то есть около 100 долларов в день. Стулья здесь очень удобные. И вообще приятно, что есть возможность отдохнуть от удобного стула и поработать стоя. Кстати, с отличным видом на пальму. Вообще, я бы сказала, что панорамные окна к коворкинга являются его большим достоинством. Да, не самый шикарный вид, в силу небольшой высоты здания. Зато вокруг много зелени и можно отвести взгляд от компьютера и дать отдохнуть глазам. А еще, благодаря такому классному остеклению, здесь очень хорошее естественное освещение днем. А вот вечером все гораздо хуже. Искусственное освещение здесь очень слабенькое и довольно интимная атмосфера. Кондиционер со своей задачей справляется неплохо. Душновато в середине дня, но есть два дополнительных вентилятора. Хотя любители очень свежего воздуха и низких температур гораздо комфортнее себя будут чувствовать в бояка, чем здесь. Кофта мне не пригодилась. Отдельный плюс в карму коковоркинга за скорость интернета. Интернет здесь просто летает. 115 мегабит входящий трафик, 168 исходящий. А еще здесь очень тихо. Вот действительно очень-очень тихо. Никто не проводит онлайн-встречи, практически никто не общается между собой. И даже воду в стакан наливать было как-то неловко. Звонки по скайпу, онлайн-встречи можно проводить в зоне ресторана на первом этаже. Только вот неудобно с ноутбуком между этажами бегать. Специализированных переговорок здесь нет. Есть отдельная комната, о которой я говорила раньше, и которая стоит 3000 бат в день. И если она свободна, то вроде как можно воспользоваться ею для непродолжительного звонка, но это не точно. Кстати, принтера здесь тоже нет. Но если нужно распечатать несколько страниц, то можно отправить их e-mail на ресепшн, и для вас распечатку сделают. Каких-то развлечений, как, например, теннисный стол в бояка, здесь нет. Можно сделать кофе-паузу в помещении ресторана. Если же хочется сделать полноценную спортивную тренировку в течение дня, то Coco Working в этом смысле расположен очень удачно. Потому что на прилегающей фитнес улице полно йога-студий, тренажерных залов и всемирно известных муай-тай-клубов. Кстати, это место понравится еще и тем, кто очень следит за своим питанием. Многие кафе здесь предлагают диетические блюда, протеиновые коктейли, смузи, в общем, зош-рай. А если настроение не зожное, то блюда традиционной тайской кухни вы здесь тоже без труда найдете. Цены разные. Можно найти тайские блюда за 60-90 бат, то есть 2-3 доллара. А можно получить счет на 120-200 и выше, то есть 4-6 долларов. Кстати, примерно такой и будет стоимость трапезы, если вы решите пообедать или поужинать в Coco Villa. В стоимость абонемента входит вода и растворимый кофе. Зона для приготовления кофе находится здесь же, в рабочем пространстве. Чая, кстати, нет. Есть пакетики с сухим молоком и сахаром. Итак, что в целом я хочу сказать по поводу Coco Working. Единственный существенный недостаток этого места – это то, что здесь тесно. При этом здесь отличный интернет, очень хорошее естественное освещение, есть возможность работать стоя и легко можно найти блюда здоровой кухни. А еще здесь очень тихо, и если есть объективная необходимость, то можно поработать допоздна. Хотя, после нескольких лет работы в офисе и профессионального выгорания, в своей жизни я это не приветствую. Но это тема отдельного видео. А на этом все. Желаю вам удачных трудовых будней. Всем пока!